Бункерный решил выйти к российским СМИ в аэропорту Ташкента. Он, как обычно, осыпал тезисами «Мы не виноваты, отстаиваем свои территории, и если бы не США». А теперь внимание! Самый, извиняюсь, легитимный и избранный абсолютно честным путем президент рассказывает о том, что в Украине нынче нет легитимного президента. Предусматривает продление полномочий, но только Рады. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Первое. Второе. Действительно, закон Украины о правовом статусе закона, о правовом положении закона, о военном положении, говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Но это не значит, что они пролонгируются. Они не проводятся. Но кто сказал, что они должны быть пролонгированы? Об этом в Конституции ничего нет. И это мнение пятикратного и испоганившего собственную Конституцию. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал слова Путина. Президентом Украины является и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. Путин также заявил, что все события на подступах к Харькову спровоцировали страны НАТО. Оно, это задание, готовятся не украинские военнослужащие, а представители стран НАТО. Ну так вот, эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет. А теперь давайте посмотрим реакцию Путина на разрешение властей европейских стран бить оружием по Российской Федерации. С чем они играют? Они должны помнить о том, что это, как правило, государство с небольшой территорией, с очень плотным населением. И этот фактор, который они должны иметь в виду, прежде чем говорить о нанесении ударов вглубь российской территории. Это серьезная вещь, мы, конечно, самым внимательным образом наблюдаем за этим.